Диметрия Зайцева И сегодня мы с вами развеем мифы и сломаем стереотип о том, что цветные окрашивания подходят не только женщинам, но и мужчинам Моя модель Данил был подстрижен ранее Дианой Болдыревой в технике Диметриус на курсе мужская перезагрузка Ранее волосы модели я подготовила для сегодняшнего видео осветливые Недуральная база 5.0, выполнила осветление порошком Бако с 3% окислителем И той же смесью я осветлила бороду У нас сегодняшняя работа будет состоять из двух этапов В первом этапе я буду работать с красителем амиачным на прикорневой зоне, на височных плоскостях и на затылке Также будем прокрашивать бороду амиачным красителем Но тут есть один такой момент, что нам нужно будет оставить светлую базу для работы с прямым пигментом И сейчас я покажу, как я это сделаю Так как бороду нам нужно будет окрасить в темный цвет, но сохранив при этом осветленные концы для работы с прямым пигментом Нам нужно будет заизолировать эти концы в фольгу Сейчас я покажу, как это сделать То есть мы берем фольгу небольшого размера Выбираем маленькие участки пряди волос Таким образом заворачиваем Следите за тем, чтобы фольга плотно оборачивала волос Потому что мы будем прокрашивать прикорневую часть красителем, выдерживать, а потом смывать, не снимая фольгу Для того, чтобы концы у нас остались осветленные Таким образом я заизолировала кончики волос, чтобы у нас осталась светлая база для нанесения прямых пигментов Сейчас мы будем работать аммиачным красителем Бако с процентом 1,8 окислителя Будем прокрашивать прикорневую часть, самую короткую зону и бороду На данном этапе я буду окрашивать самую короткую часть аммиачным красителем И также пройдусь по прикорневой зоне В области челки, где у нас волосы самые длинные Буду прокладывать их термобумагой для того, чтобы концы у нас не были окрашенными и остались осветленными Приступим Таким образом выделяем фронт работы Я прокрасила периметр полностью красителем и теперь перехожу на темную зону Для того, чтобы осветленная база у нас не затронулась и у меня была возможность прокрасить только корень И буду использовать небольшие пластины термобумаги И смотрите, каким образом поступаю Прокладываю сначала уже на окрашенную часть термобумагу Беру очень тонкую прядь Выделяю Выделяю Примерно полсантиметра Дальше осветленную базу закрываю рукой И аккуратно прокрашиваю корень Вот таким образом Вот таким образом Чтобы было дальше отделять проборы У вас волосы должны распределяться по всей поверхности И так вот закрываем Продолжаем в том же духе Отделяем тонкую прядь Закрываем осветленный участок рукой Прокрашиваем корень Я закончила нанесение на прикорневую часть Проложила все термобумагу Вот кончики, видите, у нас остались нетронутыми Мы на них будем делать свет Сейчас приступаю к окрашиванию бороды Для окрашивания бороды Я специально выбрала силиконовую кисточку Очень тонкую и узкую Потому что будет довольно кропотливая работа Здесь важна точность Почему силиконовая кисточка? Потому что если мы возьмем кисть с ворсом Она будет цеплять И можно не так качественно и четко нанести рисунок Приступим Приступаем к окрашиванию бороды Очень аккуратно прорисовываю границу Обратите внимание на то, что волосы Волосы на бороде Отличаются от волос на голове Они имеют более жесткую структуру Имеют свойство приподнимать краситель от корней Поэтому наносить нужно плотно И очень внимательно прокрашивая все волосы Чтобы они в красителе прям купались Чтобы полностью были закрыты все волоски Потому что если где-то приподнимется Соответственно приподнимется краска И у вас возможно будут пятна и непрокрасы Следите за этим внимательно И вот я закончила нанесение мячного красителя Прокрасила прикорневую часть, бороду И обратите внимание, что я прокрашивала только корни бороды Отодвигая каждую фольгу И полностью проработала всю зону Удаляемся на время выдержки Мы смыли краситель Посмотрите, какой у нас классный переход Плавный получился У нас сохранились концы Затемнили бороду Оставив концы волос тоже светлыми И сейчас будем работать прямыми пигментами Я использую Crazy Color Это краситель прямого действия Он очень шикарен в использовании Имеет очень приятный аромат Очень хорошо держится И имеет вот такую классную палитру В данном окрашивании я возьму Sky Blue 59 номер И делаю его чуть глубже и насыщеннее Использовав цвет Black 030 Обратите внимание, что Crazy Color Используют два цвета для затемнения У них есть Natural Black и Black Почему их два? Натуральный цвет 032 используется для затемнений И углубления насыщенности в теплых оттенках А цвет Black, он имеет в основе синюю базу Он используется для затемнения холодных оттенков Второй цвет мы взяли Pine Green зеленый Сейчас будем работать В данном окрашивании я хочу выделить блик Он будет зеленого цвета А основная часть доминирующая синего И всегда задумывайтесь о том При выборе цветов Что у вас обязательно 70% Должен быть доминирующий основной цвет Все остальные они вспомогательные Разделение будет происходить таким образом Я выделяю треугольник Закрепляю зажимами, чтобы нам эти волосы не мешались Так как работаем на коротких волосах Имейте всегда в запасе маленький зажим Они вам очень пригодятся Таким образом я выделила треугольник Две боковые части и основной цвет Выделенный треугольник я буду окрашивать зеленым цветом Все остальные волосы синим Я закончила нанесение основного синего цвета Сейчас перехожу к сектору, где мы будем делать блик Чтобы цвета у нас не смешались Также проложу вот эти зоны термобумагой И также тонкими прядями буду окрашивать концы А crazy color можно наносить на кожу головы Он практически не оставляет следов Но в данном случае, так как у нас корень уже прокрашен Уммиачным красителем, я несколько отступаю от корней В данный момент может возникнуть вопрос Почему я не работала ммиачным красителем Прямым пигментом одновременно Потому что сочетать их в одном процессе нельзя Мы сначала должны поработать с осветлением Сммиачным красителем Смыть его и только после этого работать с прямым пигментом Потому что на стыке прямой пигмент может не сработать Уммиачный краситель съест пигмент И может получиться просто непредсказуемый результат Я закончила наносить прямой пигмент на верхнюю часть И также по концепции хочу выделить треугольник на бороде Сделать блик А нижнюю часть прокрасить однотонно Для этого я выделяю область верхнюю треугольничка И закреплю ее зажимом Вот таким образом Нижнюю часть прокрашиваю в синий цвет Верхнюю часть окрашиваем зеленым цветом Так как волосы на бороде более жесткие Можно не изолировать Они не смешаются друг с другом Я закончила наносить прямой пигмент После времени выдержки 25 минут Смываю прохладной водой без шампуня и бальзама Смотри дальше, чтобы увидеть результат И вот итог проделанной работы Окрашивание выполнено красителями Crazy Color Сочетание двух цветов Смотрите, какой красивый блик у нас И как мы оттянили цветом борода Это модный, актуальный, классный, трендовый образ Хочешь делать такие крутые окрашивания И радовать своих клиентов Приходи ко мне на курс Color Trend Подписывайся на наш канал Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Будь с нами, будь Деметриус До новых встреч! Продолжение следует! Продолжение следует Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok